Как само футбольное поле, на самом деле оно работает, то есть после любовь дождя, 20 минут, и здесь можно играть. Очень хороший день, хорошо, это хорошо, что это так. Футбольное поле стадиона «Спартак» – единственное, что осталось нетронутым временем. Трибуны и помещения теперь лишь в воспоминаниях. Нет даже забора вокруг спортивного объекта. О приведении его в порядок зашла речь несколько лет назад, но с мёртвой точки дело так и не сдвинулось. Основная причина – отсутствие средств, необходимых для восстановления. Сделать там прыжковую яму, сделать хотя бы одну беговую дорожку, 100 метров. Но на это много денег не нужно. Вы абсолютно правы о том, что начинать с забора действительно огородить. А сначала огородить, естественно. Другая ситуация со стадионами «Торпеда» и «Волга». Последний, кстати, получил достаточное финансирование на ремонт. Здесь приведены в порядок трибуны, а на поле установлен натуральный газон. Сейчас, значит, поливаем его усиленно, стрижем, делаем разметку. И уже где-то с воскресенья или чуть попозже, как будут календари, будут проводиться матчи детских команд, юношеских, детских и юношеских команд по футболу на первенство области и города. Особое внимание – стадион «Авангард». Он построен в 1983 году и с тех пор не ремонтировался. Сейчас площадка используется как футбольное поле только любителями. Однако, по словам региональных чиновников, через четыре года здесь смогут тренироваться и готовиться к матчам спортсмены из Бразилии, Аргентины или других стран-участников Чемпионата мира 2018 года. В Саратовский регион сегодня заявку подал свою. И вот эта площадка как раз соответствует тем требованиям, которые предъявляются в рамках участия в этой программе, потому что можно вложить в федеральные средства и полностью на этой территории построить современный стадион. Да, на нем в рамках Чемпионата мира будет заниматься какая-то одна или две команды, но это мы понимаем все очень короткое время, а дальше этот стадион будет работать на город. Сейчас же городу предстоит поработать на стадион. Специалисты должны в короткие сроки подготовить проект нового футбольного поля, которое будет отвечать всем мировым стандартам. Эллада Бжалимова, Станислав Жижин, Максим Пустовалов, РНТВ, Саратов.